Не все книги одинаково полезны. 19 февраля в нашей программе мы рассказывали о судебном процессе по уголовному делу об экстремистской организации Нурджулар, а вернее ее ячейке в набережных Челнах. Тогда два молодых человека, представляющих по версии следствия мужское крыло секты, получили штрафы 100 и 50 тысяч рублей. Накануне такая же участь постигла их единомышленников женского пола. Свою деятельность они развернули сразу в четырех городах. Действовало женское крыло данной организации и лидер данного крыла Шерифолина была привлечена к уголовной ответственности за создание данной ячейки и также ее, скажем так, подручная, которая также активно участвовала в деятельности данной организации Хапинова. Лидеру назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, правой руке в два раза меньше. Организаторы группировки продвигали запрещенное законом творчества Саида Нурси в подпольных мадресе, вовлекая в сообщество все новых членов. Свою вину подсудимые не признали. Женщины утверждают, что литература сохранилась с тех времен, когда еще не была под запретом. И у них есть время, чтобы обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Продолжение следует...